Всем привет! Вы на канале Майкап Бай Элин. С вами Элина Светимова. Я профессиональный визажист, имею стаж работы в этой области больше 15 лет. И сегодня я рада пригласить вас на свой урок по макияжу. Сегодняшний макияж, который я буду выполнять, называется вечерний пати мейкап. Приятного просмотра и полезного обучения. Итак, сегодня в гостях у нас замечательная модель. Ее зовут Наргиза. Она также работает преподавателем в Benton Makeup Training Center. И сегодня я решила сделать на ней такой замечательный, можно сказать, креативный пати мейкап. Я думаю, что когда сейчас мы закончим второй глаз, мы просто будем вылитые одинаковые с ней, такие подружки, сестры. И вы сможете поэтапно посмотреть технику выполнения этого макияжа. Начинаем. Итак, перед тем, как я буду выполнять макияж, я буду использовать основу под тени. Многие называют ее базой от Inglot. На все подвижное веко мы наносим основу под тени от Inglot. Вы можете наносить как вам удобно. Кто-то наносит пальчиком, кто-то синтетической кистью. Самое главное, хорошенечко-хорошенечко растушевать и распределить эту основу по всему подвижному веку. Я также люблю еще ее наносить на нижний ресничный край. То есть именно там, где будут тени. И не забывайте подтушевывать на верхнее неподвижное веко. После того, как мы нанесли основу под тени, мы начинаем работать с нижним ресничным краем. Конечно, вы можете работать и начать работу с верхнего неподвижного века, но я предпочитаю всегда изначально оформлять нижний ресничный край. В этом макияже я использую тени от Inglot под номером 325. Сразу скажу, тени при мне недостаточно сложные. Вообще все текстуры фиолетовых теней очень непросто наносятся. И многие не умеют пользоваться вообще никакими фиолетовыми оттенками. Долгое время, когда я начинала, для меня фиолетовый цвет казался просто самый сложный цвет. И сейчас в процессе вкусов мы тоже замечаем, что фиолетовые тени не очень сложно студентам даются в растушевке, в сохранении пигмента на глазах. Как вы видите, я работаю вот такой вот кистью ровной и наношу закрытой техникой. Закрытой техникой я называю то, что у нас в работе идет больше похлопающими движениями. Минус этих теней, именно этого пигмента, что он немного осыпается. Поэтому, если честно, в работе я всегда люблю вначале красить глаза, а потом уже оформлять лицо. Итак, закрытой техникой мы нанесли только тени. Теперь сразу я прорабатываю слизистую, черным кардашом и нежресничное пространство, тоже заполняя черными тенями. Итак, сейчас мы нанесли тени с закрытой техникой. Затем мы проработали слизистую. И сейчас я также использую тени от Inglot. Камера, надеюсь, сфокусирует, нет? Вот, мы используем такой цвет под номером 493. Чуть-чуть-чуть прорабатываем контур предыдущего цвета, для того, чтобы придать более бархатистый эффект нижнего ресничного края. Сразу хочу сказать, что у нашей модели есть немножко асимметрия глаз. Вот, и специально для моих подписчиц, да и не только для подписчиц, кто смотрит это видео, хочу сделать небольшую заметочку, что если вдруг где-то растушевка теней будет разная, или где-то будет не идеально немножко оформлен глаз, вы должны учитывать, что камера в данный момент находится в 20 сантиметрах от лица. И это очень тяжело выполнять макияж при таких условиях. Поэтому я пытаюсь всего лишь показать вам технику нанесения макияжа. Следующее, что мы с вами выполняем, мы берем тени от Inglot под номером 48. Под номером 48 и прорабатываем верхнее неподвижное веко. Прорабатываем верхнее неподвижное веко. Я при этом люблю выстраивать сразу форму и глаза должны быть открыты. То есть наша задача сейчас соединить вот эту часть нижнюю с верхним веком. Итак, смотрите, мы обработали нижнее веко, обработали верхнее веко, и примерно уже видно, наша форма появляется потихонечку, форму мы делаем вытянутой. Сразу скажу, не бойтесь вот этого вот высокого, достаточно высокой растушевки и нанесения этих теней, потому что если вы делаете такой пати яркий мейкап, то частенько мы поднимаем тушевку повыше. Хотя в классических макияжах я не всегда люблю ее очень высоко поднимать. Следующее. Следующее, мы начнем наносить тот же цвет, триста двадцать пятый от Inglot, и будем оформлять его уже на вот это верхнее веко. Сразу скажу еще раз, что достаточно сложные тени, и будьте осторожны при нанесении этих теней. Ну, сейчас будет такой магический момент, который у всех, ни у кого, у многих не получается. как я работаю с внешним уголком. Самое главное, самое главное, наносить тени с закрытой техникой, особенно если эти тени сыпятся. Я сразу предупредила, что именно вот этот вот цвет триста двадцать пятый, достаточно сыпучий цвет у Inglot. Будьте с ним аккуратны. Ну, даже если у нас что-то осыпается, нам это не проблема исправить. Вот смотрите, закрытой техникой я наношу. Вот так, не боясь. Прям закрытой техникой я наношу, открывайте паски. И просто подтушевываю внешний уголок, делая его бархатным. Об этой части я пока не волнуюсь, потому что сейчас мне главное обработать верхнюю века. Сюда мы будем уже переходить к внутреннему уголку чуть позже. Сейчас нам нужно обработать внешний уголок. На это достаточно уходит много времени. Порядка где-то минут, порой бывает десяти. А у начинающих визажистов бывает это и по полчаса. И просто растушевываем, растушевываем, растушевываем пустой кистью. И еще нам нужно тушевать минут, наверное. Здесь и закрытый нос. Итак, сейчас очень важно сделать внешний уголок достаточно темным. Это только закрытой техникой. Откройте глазки. Чуть туши. И вы начинаете вот этот вот уголочек как бы идти снизу. И в то же время вы его делаете темнее, темнее, темнее. И сразу придаете форму. Итак, мы подтушевали внешний уголок. Теперь нам нужно потихонечку выходить на внутренний угол. С закрытой техникой. Мы наносим тени на внутренний угол глаза. И соединяем внешний уголок с внутренним уголком по контуру века. Сразу скажу, чтобы эта схема получилась красивая. Вот эту часть достаточно можно делать темную. Потому что, когда вы нанесете какой-то цвет внутренний вот в это внутреннее пространство на само подвижное веко, если у вас будет плохо обработан контур века, то макияжи будут выглядеть не очень таким эффектом. Вот примерно так у нас должно получиться. И потом просто откройте глаз и соединяем. Сейчас мы будем подтушевывать, выравнивать, делать форму одинаковой. И затем у нас останется только нанести тени на внутренний на вот эту вот точку на подвижное веко. Итак, постепенно наша модель становится уже все ярче и ярче. И еще раз хочу сказать, что в данный момент мы должны только подтушевать вот эту вот часть. Вы можете подтушевать ее просто пустой кистью, а можете использовать предыдущие тени, которые вы наносили в качестве подложки Inglot под номером 48. Самая основная особенность этого макияжа в верхней части в том, что вы должны вставить в фреш вот эту вот область либо розовую, либо если вы используете какой-то другой цвет, она должна быть типа ярко-нежно-зеленая, нежно-розовая, нежно-голубая. Все зависит от того, в каком цвете вы прорабатываете эту зону. Подтушевали, и теперь мы начинаем наносить на подвижное веко. Сейчас покажу, что будем носить. Итак, следующий шаг, который мы будем с вами наполнять, мы будем использовать вот такие вот тени от Make Up For Ever. они идут как бы и кремовые тени, и в то же время аквакраска. В продаже, конечно, написано, что больше аквакраска. Вот, я наношу их с водой на все, и на все подвижное веко. Вы, конечно, можете нанести на все подвижное веко, будет тоже красиво, но я наношу совсем-совсем чуть-чуть, вот такой вот небольшой, можно сказать, горошиной в центр. Очень простой макияж, очень быстро выполняется, я думаю, буду рада, если вы его повторите и вышлите мне на почту makeupbyelene.gmail.com Сейчас на экране вы увидите мой имейл. И буду рада, если вы мне вышлите свои работы этого макияжа. Нанесли. Совсем чуть-чуть закрытой техникой. И сразу же подтушевали. Открой глазки. Следующий шаг. После того, как мы нанесли закройте глазки кремовые тени на центр подвижного века, я опять беру тени от Inglot того же цвета 325-й и закрытой техникой хорошенечко опять вокруг предыдущего цвета наношу и просто усиляет цвет яркости. Сразу скажу, что большая ошибка многих от Крой глазки, что вот эту вот горошину многие наносят очень высоко за пределы контура века. И тогда это выглядит некрасиво. Обратите внимание, в модели вот контур века закрой глазки и мы всего лишь дошли до контура века открой и никуда у нас этот светлый цвет выше контура века не уходит. Следующий шаг, который мы будем с вами выполнять, мы будем наносить рассыпчатый глитер от бренда Make Up For Ever вот в таком вот цвете. Такие рассыпчатые глитеры, я думаю, вы можете использовать любой глитер. Для того, чтобы глитер хорошенечко у вас лег на кремовую краску, мы будем использовать базу специально для текстур глитеров основ от Inuit. Можно наносить ее пальчиком. Текстура достаточно такая кремообразная и на нее очень хорошо. вяжет у нас глитер. Любые глитеры, как вы знаете, имеют немножко иметь цепучую форму. Наносим вот так очень быстренько, только закрытой техникой вот этот вот глитер. Глитер подборский. После того, как мы нанесли глитер, еще раз нам нужно 325 цветом просто все сравнить. Если вы чувствуете, что нужно не так прошивать, добавить две глазки. итак, после того, как мы выровняли, постарались выровнять форму глаза, нанесли на подвижное веко в центр глитер. Теперь я буду использовать тени от MAD, Apple Sky номер называется. Он достаточно такой светлый и я люблю его частенько наносить на внутренний голок глаз. Итак, обратите внимание, как очень интересно смотрится данный светлый в внутренних уголках глаза. И, конечно же, его идеально использовать, когда у нас глаза близко посажены. Светлый цвет делает зрительный эффект глаз подальше друг от друга от внутренних уголков. Наш макияж уже подходит к концу, поэтому сейчас нам остается нести ресницы. Ресницы можно, в принципе, для этого мейкапа использовать любые, но мы, к сожалению, не сохранили коробочку. Модель принесла сегодня свои реснички и реснички у нас от Huda Beauty. Если честно, я очень люблю использовать вот такую подставочку, которая помогает мне фиксировать ресницы и очень удобно распределять клей и также очень удобно просто надевать реснички на самом глаз. не открывай глазки. Сейчас посмотрим поближе, что у нас получается. Вот глазки. Эффект, конечно, ресниц замечательный. Стоит ресницы называются как? Саманта. Ресницы называются Саманта и стоит у нас здесь в Дубай они 90 долларов. Итак, после того, как мы зафиксировали ресницы, нам остается только немножко их подкрасить. Вы знаете, я не люблю подкрашивать реснички откуда, потому что они так хороши, поэтому я не хочу просто даже портить эти реснички. И завершение нашего лука сегодняшнего мы просто добавим немножко освежающих рубля. Буду рада, если вам понравится этот макияж. Как вы увидели, наносите техника абсолютно легкая. я думаю, что за 15 минут, за 20 вы сможете этот макияж сработать. Я, к сожалению, не знаю, для российского региона, конечно, наверное, этот макияж ярковат, но для Дубая это можно назвать повседневным дневным макияжем. поэтому на этом все. Вы видите, две сестры почти уже рядом. На этом все. С вами была Элина Светимова и канал Makeup by Всем пока. Субтитры Субтитры